Врачи разной специальности Первая форма, ц-образная, в первой степени, с которой встречается врач на приеме, визуально он может заметить искривление позвоночника, асимитрию лопаток и все остальные признаки нарушения санкции в фронтальной плоскости. И, видя такие клинические симптомы, он должен обязательно делать рентгенографию. На рентгенограмме мы, как правило, видим одну дуду и говорим о ц-образной, о наличии ц-образной эскадрозы. Это зависит от того, куда напали на внешние другие, односторонний или дверосторонний эскалиоз. Пока нет торсий позвонков. При дальнейшем прогнозировании деформации мы можем увидеть клинические, уже заметные, резко-басающиеся глаза, деформацию спины. И на рентгенограммах появление второй компенсатурной дуги. Эскалиоз третьей степени. Деформация спины видна даже через одежду. Вообще смущает особенно девочек. У девочек чаще всего говорят эскалиоз. Но, к удивлению, даже такие большие изменения, деформация спины, родители могут и не заметить. И, к удивлению врачей, говорят, что заметили объявление за плюс на дар. Дальше. Здесь уже можем заметить признаки торсии позвонков. Это отличительный признак второй и тридцей степени эскалиоза. Дальше. Врожденный эскалиоз отличается тем, что имеются аномалии развития тел позвонков, дужек позвонков. В данном случае мы видим виноведный задний полупозвонок, 12-го позвонка грудного. На этой линограмме мы видим боковой полупозвонок пятого поэтичного позвонка. Здесь настолько заметно, что понятно, что вот где находится этот полупозвонок. В данном случае наблюдается лимбализация первого крестового позвонка. И в поясничном отделе мы видим на линограмме шесть поясничных позвонков. Ну, чаще называют этот эллипианц-переходный позвонок логинологов. У логинологов такой термин принят. Можно ли заподозрить в клинические наличие такой, нельзя сказать, что это аномалии развития, можно сказать, варианты развития. Да, можно подчеркнутый, бывает, или подчеркнутый поясничный лордоз, или, наоборот, выпрямленный лордоз. В данном случае мы, скорее всего, видим подчеркнутый поясничный лордоз. Дальше. Здесь нервное сращение поперечного отростка, он гипертрофирован, с крестцом. Тоже может быть причиной развития сколиоза с образованием первичных дуги в поясничном отделе. Дальше. Это МРТ-картина с множественными патуками и с помощью аномалии развития. Мы здесь видим и несколько бабочковидных позвонков, и клиновидные боковые позвонки, и запалочные позвонки. Но что отличить, то резкая деформация, хотя бы множество аномалий развития, но резкой деформации позвоночника мы не видим. То есть происходит как бы компенсация деформации с одной стороны с дополнительными позвонками, под позвонками с другой, с подружной стороны. Это специально я на этом останавливаюсь, потому что это учитывается при указании к оперативному лечению. В данном случае вовремя направлено на консультацию в инструкторе. Для решения вопроса о неотпадемости и целесообразности оперативного лечения был ответ, что оперативное лечение в данном случае не целесообразно. А вот то, что мы видели клиновидный позвонок 12-го грудного позвонка, тут ребенок был взят на операцию и успешно пропелил он с хорошим админием. В ближайшем администрации будет дальше. В Павлороне же и, наверное, вообще по России принята методика измерения величины деформации Фергюсину. Специально я на этом останавливаюсь, потому что бывают разногласия, противоречия, несовершенность. Иногда некоторые врачи и иногда даже рентгенологи измеряют величину деформации по кубу. А эти полученные величины расценивают по классификации, по классификации Чаплина. И бывают противоречия, даже какие-то проблемы, споры, дискуссии. Ну, вы эту классификацию знаете, я просто так привожу на всякий случай для освежения памяти. Дальше. Выбор метода лечения сколиоза поделяется на основании выключенных показаний, которые учитывают параметр деформации, причины характера ее развития и особенности возрастной пластичности пациента. В зависимости от динамики клинической ситуации, осуществляется манилируемыми методами. Можно применять комбинированное лечение. И лечение с целью подготовки к оперативному лечению. То есть консервативное лечение не всегда можно заменять. Достаточно и может быть как бы подсобным что ли методом лечения перед операцией после оперативного лечения. Дальше. Требования к методам лечения. Конечно, любой выбранный нами метод лечения должен быть рациональным обоснованным. Показать, учитывать, врач должен учитывать показания и противопоказания. Варианты применения того или другого метода лечения. Реальную эффективность. Прогнозировать, насколько эффективны будут предложены ли методы лечения. Степень риска и возможности осложнения. Тоже очень важно учитывать, принимать внимание. И, конечно, нужно обеспечение проведения того или другого метода лечения. И подготовка врача, и материальное обеспечение. И сейчас, может быть, у нас страдает, в первую очередь, возможно, организационное обеспечение. Вот действительно, как рассказал Александр Алексеевич, кто близко, кто подробно. Больше. В конце учитывания лечения с коллегами пробуются. Два раза в двух, обычно, осенью и весну. Не ожидая, не жарят. На инфраструкции субъективных жалоб больного. Надо понять, что обязательно нужно больному напоминать и объяснять, почему нужно создавать мышечный свой мышечный конфет. На грузочный режим должен быть обязательно. Лечебная гимнастика, симметричные упражнения. Корсет Шимо. Да, в отношении вообще корсетов. Такое складывается в оцепенном мнении, что надо отказаться вообще от фиксирующих корсетов. А корсет Шимо применять только как лечебный корсет. Лечебный корсет, его выполняет вторую, четвертую степень. Даже при четвертой степени, но это будет специальный доклад, мы это увидим, мы можем увидеть положительную динамику, остановку деформации и даже уменьшение степени деформации. Ну, всем известно, что концертивное лечение включает лечебную гимнастику, массаж. Массаж только должен быть асимметричный. И должны сделать массаж подготовленные специалисты, понимающие, что они делают. Физиотерапия, которая зависит, ну, на уровне физиотерапевтических методов, это электропорез, электропорез 2-процентная эмфидемия в ротную зону. Возможно, если, скорее всего, называется на фоне, постноходных кальций, значит, электропорез хористого кальция, магнитотерапия, амплифлокс, если нужно, надо. Ну, стимуляция коронавточников, не каждый с этим согласен, ну, все-таки надо это иметь в виду, ну, подходить дифференцированно, индивидуально. И медикаментозная терапия. В основном, все-таки, это общая, как бы, в объем общеукрепляющего лечения. Я покажу двух девочек, у которых применен кассет ШИНО для лечения сколиоза. Вот этот ребенок маленький, 6 лет, и у нее уже вторая степень сколиоза. Идиопатические, никакой гражданой патологии мы не нашли. Виде спереди, дальше. Виде сзади, дальше. И вот рентгенограмма позвоночника этой девочки, вы видите, что эта рентгенограмма сделана в корсете. Вот они, эти наклепки металлические. Мы видим, что реформация уменьшилась до первой степени, и вообще уже не С-образная сколиоза, можно сказать, что это С-образная сколиоза. С-образная сколиоза. Вторая девочка. И даже, кстати, надо остановиться на первом случае. Это рентгенограмма делана на первом этапе лечения. То есть делают, изготавливают кассет ШИНО, примеряют, коррегируют. И сразу же, на это уходит, допустим, 3-4 дня, ну, а потом 5 дней, и сразу же делают рентген. И вот у того ребёнка, 6-летнего, мы видим рентгенограмму на первом этапе, собственно, коррекции. Ну, все-таки нужно нажать «Коррекция». Вторая девочка. Вторая, третья степень сколиоза. Что дальше? Дети, первая степень. Сзади. При сколиозе второй третий степень мы уже видим, ну, пусть так остается. Мы видим резко выраженный перекос таза. И первое, с чего начинается коррекция с помощью корсета ШИНО, это устранение, постепенное устранение перекоса таза. И это уже заметная положительная динамика через месяц при контрольном осмотре ребёнка. И это как-то их настраивает на продолжение лечения корсетом ШИНО, потому что не так легко для ребёнка, я не буду вот так вдаваться, Александр Алексеевич подробно скажет, не так легко для ребёнка носить корсет ШИНО. Но так как они видят быстро, довольно быстро видят положительный результат, то они терпят этот метод лечения. Что ещё я хочу на чём остановиться? Ну, раз мы говорили здесь о консервативном лечении. Доклад по хирургическому лечению впереди. Ну, я хочу сказать, предложить, вернее, освежить в вашей памяти схему, что ли, схему применения методов лечения. Консервативного лечения, хирургического лечения. Когда, в каких случаях абсолютные показания к хирургическому лечению? Ну, опять-таки, видя множество на аномалии развития, не требующие оперативного лечения, может быть, и не надо применять этот термин, абсолютные, ну, пусть будут показания к хирургическому лечению. Это в случаях врождённого сколиоза, когда имеются добавочные позвонки, кленовидные, в основном, кленовидные боковые позвонки, и когда невинумимо деформация будет прогрессировать, оперативное лечение обязательно, и как можно раньше сроки. Я помню, что Ульрих требовал от всех ортопедов, детских ортопедов, прислать к ним на оперативное лечение с рождённым сколиозом детей не позже двухлетнего возраста. Даже был свидетель, когда он оперировал ребёнка грудного возраста, там, по-моему, 10 или 11 месяцев. Потом они немножко срок оперативного лечения увеличили, там, с четырёх лет. Опять надо подходить индивидуально, но главное, что если мы видим ту или другую аномалию развития, рисковыраженную аномалию развития позвоночника, нужно настраивать больных, и себя, и больных настраивать нужно на оперативное лечение и быстро выполнять организационные меры. У каждого из нас должны быть адреса. Ведущих наших клиник оперативное лечение проводится в Институте Минтубмера в Пушкине. Да, и в Москве тоже, конечно, как-то привыкли к Институту Турнера, туда легче квоту оформить, да, виперинтубмер. И у нас в областной детской клинической больнице в нейрохирургическом отделении успешно проводится оперативное лечение больных. Но всё-таки больше с этиопатическим сколиозом. Хотя они могут справиться и с лечением врождённого сколиоза. Идиопатический сколиоз, им будет посвящён отдельный большой доклад «Показания кооперативного лечения будут раскрыты». Здесь вопрос курсов много в отношении и строго надо подходить к выработке показаний кооперативного консервативного лечения. Это я люблю подробные моменты останавливаться. Прекрасный доклад, который у вас ждёт. Диспластический сколиоз. Диспластическим сколиозом мы называем, пожалуй, те случаи, когда вы видели такие варианты развития, как сращение с крестцом, неполное сращение с крестцом, или полупозвонок боковой, нижнего поясничного позвонка. То есть какое-то отступление от нормального развития. Или даже, может быть, диспластические процессы в других областях скелета. Куксатроз, допустим, диспластический, дисплазия колен, сустав, ну и так далее. Может резко выражать даже плоскостопие, комбинированное плоскостопие. Можно тогда сколиоз расценивать как диспластический. И статический сколиоз. Статический, когда на него мало обращают внимания, но он и есть, и надо его видеть, и надо правильно выбрать метод лечения. Да, понятно, что это сколиоз в результате постоянного такого нарушения статики, нарушения положения тела в пространстве. Ну, а реально, когда он может возникнуть? Пишут, в общем-то это общеизвестно, что у 20-25% людей имеется разница в длине ног. Ну, объясняет тем, что там разные калибры сосудов поддожно-артериные, пусть за разделение ее к левой и правой конечности разный калибр сосудов, поэтому одна нога развивается быстрее, а другая отстает. Ну, как правило, в таких случаях укорочение не больше одного сантиметра. Бывает, ну, редко, когда укорочение два сантиметра, даже больше, тоже врожденное укорочение. Или при, может быть, при мелой цеплозии, но там на первое место выходит более грубая симптоматика. А вот это небольшое укорочение на один сантиметр, я подчеркиваю, что это истинное укорочение, конечностями, не за счет перекоса таза. И что заметно подтверждает, что это именно укорочение конечности, то, что после коррекции, вот на осмотре, чем мы коррегируем, дощечками разной толщины, разной высоты, сразу на глаз визуально исправляется деформация. Можно подтвердить это свое, как бы, визуальное впечатление рентгенографией, в положении стоя, конечно, и с коррекцией разница длины ног. И мы убеждаем, что да, действительно, деформации нет. Это сколиоз, это наиболее благоприятное тесет. И, в общем-то, как правило, не требует, не является какой-то серьезной проблемой, не требует, конечно, оперативного лечения, требуется только постоянная коррекция разницы длины ног. Есть мнение, что сколиоз может развиться после травмы позвоночника, после компрессионного перелома. Да, такие случаи есть, но мы не можем на 100% быть уверенным, что развившийся сколиоз, как правило, это первая степень, редко первая, вторая степень, и не прогрессирует, развился он из-за травмы позвоночника. Может быть, было уже начало развития деформации, и тут травма. А травма, естественно, может усугубить и подтолкнуть процесс к дальнейшему прогрессированию. Спасибо за внимание. Спасибо.